Приветствую всех, дорогие друзья. В этом видео я хочу показать вам очень бюджетную сборку ПК примерно за 10 тысяч рублей, на которую мне удалось установить macOS. Все начиналось с того, что мне понадобился второй компьютер для офисных задач, но собирать обычный ПК настроения особо не было, поэтому я решил сделать Mac. Единственное, что лично мне интересно в системах Apple, это их программа Final Cut для монтажа, которая мне понравилась еще очень давно. Конечно на такой дешевой сборке вряд ли получится комфортно монтировать ролики, но чисто ради спортивного интереса я решил совместить сборку офисника с установкой macOS. Думаю многие знают, что в компьютерах Apple до недавних пор использовались процессоры Intel, поэтому для реализации задуманного я взял Core i3 2100 за одну тысячу рублей. Это довольно старый камушек с двумя ядрами и четырьмя потоками на 1155 сокете, которого вполне хватает для работы в офисе. Под него я взял материнскую плату на H61 чипсете, так как это можно сказать минимум, чтобы завести более современные macOS. Цена такой платы составила 3000 рублей, что весьма дорого, но дефицит старых плат в моем городе дает о себе знать. Самое главное требование к материнке для установки современных маков это поддержка режима AHCI. Для охлаждения процессора я выбрал ID Cooling DK01S, который можно назвать просто куском ватты за 300 рублей, но с охлаждением 65 Вт он вполне справляется. Оперативной памяти я взял 4 ГБ одной планкой, которые вполне можно расширить в будущем. Это вроде обычная зеленка от Samsung, но остатки термоклея явно намекают на наличие радиаторов, которые до меня не дожили. И чтобы на новый год было поярче, я взял AeroCool VX Plus на 500 Вт. Но сделано это было ради спортивного интереса, а для бюджетных сборок лучше взять Cougar или Deepcool. И самый главный компонент это видеокарта. У меня в шкафу как раз нашлась подходящая 9400 GT на 512 Мбайт, которую можно заставить работать в операционной системе Apple. Можно конечно завести и встроенную в процессор графику, но это работает от HD 3000 и выше, а i3 2100 такой не имеет. Списки совместимости процессоров и видеокарт с macOS можно найти на сайте 4PDA. В основном заводятся свежие карты AMD и старые Nvidia, которые официально ставили в компьютеры Mac. Но чтобы перейти к установке операционки, надо сначала сделать флешку. Делается она очень просто если особо не лезть в дебри загрузчика и кода. Нужно просто скачать программу Airdrive и найти на просторах интернета образ с кловером для записи. Я буду устанавливать macOS Sierra 1012 6, которая официально поддерживала видеокарту 9400 GT. Конечно опытные люди могут завести ее и в Каталине, но у меня не получилось это сделать. Да и в ней надо настраивать абсолютно все, так как процессор уже не поддерживается. После записи флешки в проводнике сразу появляется диск кловера с папкой EFI, в которую нужно закинуть кексты. В системах Mac это что то вроде драйверов, без которых никуда. После записи образа там уже лежали драйвера для тачпада и старых мышек, которые мне не нужны и сразу идут в корзину. Я же собрал свой список кекстов и программ. Clover Configurator это просто программа для настройки загрузчика. Fake SMC заменяет один из компонентов Mac, которых нет в ПК. Kext Liloo нужен для работы других кекстов. Multibist это тоже программа для настройки после установки. USB Inject All помогает завести USB. Voodoo HDA это драйвера звука, через которые заводится аудиокарта фирмы VIA, установленная в моей плате. А Whatever Green нужен для удачной установки видеокарты. Все эти файлы должны лежать на флешке в папке с кекстами. После этого можно перейти к самой установке, но перед этим нужно заглянуть в BIOS. Там заходим в SATA и выставляем режим AHCI и выставляем приоритет на дискретную видеокарту. Также нужно выставить в меню Boot тип загрузки на otherOS, если такой имеется. Далее просто грузимся с флешки и выбираем раздел Install 10126. И ждем загрузку в установщик, которая при моем наборе драйверов происходит сама. Вполне вероятно, что на другом железе могут быть проблемы с загрузкой, которые могут быть связаны как с кекстами, так и с отсутствием настройки конфига Кловера, в котором я сам мало что понимаю, но из коробки очень часто все работает и это хорошо. Затем заходим в утилиты и форматируем жесткий диск в Apple файловую систему и начинаем установку на только что созданный раздел. Флешку кстати вытаскивать нельзя после перезагрузки, так как это пока и есть наш загрузчик. После ребута грузимся в уже установленную систему и проходим настройку, при этом выбирая что интернета у вас нет. Хотя у меня его действительно нет, так как мне удалось его завести только после установки. Ну а если вам интересна тема установки macOS и у вас система Intel с поддерживаемой видеокартой, то в интернете полно информации как это сделать. Нужно лишь немного попользоваться переводчиком и почитать, ведь кто-то уже мог написать инструкцию для установки на ваше железо. Но помните, что проблем может быть очень много и они могут появляться не сразу и их придется учиться решать. После успешной установки нам нужно установить загрузчик на наш накопитель, так как он у нас сейчас на флешке. Для этого пригодится программа MultiBeast, которую я предварительно записывал на флешку. В ней я выбрал те настройки, которые подходят для моего железа. Но в целом там все доступно называется и можно понять что и для чего нужно. С ее помощью мы установим загрузчик Clover в раздел нашего накопителя, а также заведем интернет и замаскируем Mac под определенную модель Apple. Я маскирую свой бюджетный ПК под iMac 13.1 и устанавливаю все на жесткий диск с системой. Далее нужно зайти в Clover конфигуратор, который я тоже кидал на флешку и перейти в раздел подключить Ефи. Тут нужно смонтировать раздел Ефи, который находится на нашем накопителе с Mac. Из него нужно удалить папку Ефи и скопировать точно такую же папку с нашей флешки, где лежат все кексты и с нее наша система точно работает. В итоге я получил полностью рабочую систему macOS, хотя лучше бы купил камеру со стабилизатором, но офисный компьютер был прямо необходим. Эта система уже где то день работает в офисных задачах. Я поставил на нее Microsoft Office и даже обновил Safari из App Store. Пока что нареканий на работу нет и каких то вылетов, багов или зависаний замечено не было. По скорости работы я могу сказать, что она намного шустрее стареньких MacBook Pro года так 2012. У меня у самого был такой на i5 и разница очень ощутима, особенно при открытии множества приложений. До программы Final Cut у меня пока руки не дошли. Если она будет отлично работать, то я попробую там смонтировать какой то ролик и поделюсь с вами своими впечатлениями. Также у такой сборки в целом есть куда расширяться. В будущем сюда можно поставить какой то i5 третьего поколения, которые спокойно работают даже в последней macOS Big Sur. Но к нему придется докупить какую то RX 550, которые сейчас стоят очень дорого из за дефицита видеокарт. Вообще видеокарты RX от AMD идеально подходят для Mac, но линейка RDNA поддерживается только в последних версиях. Также есть возможность установить macOS на процессоры Ryzen и в последнее время там вроде пофиксили все известные проблемы. Но это уже намного сложнее, чем тот процесс, который нужно проделать на Intel. Сам же Mac поддерживает абсолютно все процессоры Intel, просто для некоторых моделей и поколений придется что-то подправить или добавить в кексты. Единственное, что много проблем с самым первым поколением Intel Core и с процессорами на 775 сокете. А так установку Mac можно осуществить почти везде. Главное посвятить этому достаточное количество времени. Также наперед могу сказать, что можно поставить винду с Mac на одном ПК. Для этого просто разбивается раздел из под macOS и в него ставится винта, которая потом появляется в Clover. Ну а если вам интересна тема операционной системы Mac на обычной сборке ПК, то не забудьте поставить лайк этому видео и напишите что бы вы хотели про нее узнать. Сам же ПК мне обошелся всего в 10 тысяч рублей без монитора, но с периферией. Ну а я как всегда хочу сказать большое спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.